На прошлом занятии мы с вами остановились на том, что Базаров после объяснения Содинцовой переживает кризис, переживает очень тяжелые минуты, он становится другим, он теперь живет, а не действует по какой-то заранее продуманной схеме. Вот как сам Тургенев писал о своем герое, еще когда только его задумывал. Я не случайно именно сейчас приведу эту цитату, потому что это вот об этом, втором Базарове. Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная, и все-таки обреченная на погибель, потому что она все-таки стоит еще в преддверии будущего. Мне мечтался какое-то странное соответствие с Пугачевым. Вот каким представлял себе автор своего героя. И вот эта фигура, эта титаническая личность возникает перед нашими глазами именно во второй части романа, после объяснения Содинцовой, после обнаружения в себе другого человека, потому что тот Базаров, каким мы его встречаем на первых страницах, все знает, все понимает и достаточно примитивен, и нам даже неинтересен. А вот теперь сомневающийся, ощущающий себя частицей огромного мироздания, об этом будет речь дальше, это другой человек. Он осознает несоответствие себя и мира, он осознает и мучается тем, что не видит для себя в жизни места, а с другой стороны, его теория, которая, казалось бы, до вчерашнего дня так была верна, теперь оказывается какими-то ходулями, на которые нельзя и опереться. И как шелуха спадают все те вчерашние его утверждения. Он сбрасывает с себя эти ложные одежды и предстает перед нами человеком во всей сложности и полноте своей. И вы бы желали знать причину этой сдержанности? Да. И вы не рассердитесь? Нет. Знаете же, что я вас люблю глупо-безумно. Вот чего вы добились. Евгений Васильевич. Нет. 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 Вы меня не поняли. Вы меня не поняли. Вы меня не поняли. Евгений. Я завтра к батьке уезжаю. И он приезжает в дом своих родителей. Все сцены в доме отца Базарова описаны поэтически. Это поэзия патриархального быта, двух старичков. Может быть, можно было их назвать старосветскими помещиками, по аналогии с повестью Гоголя. Но отец Базарова старается не отстать от времени. Он рассказывает о нововведениях, которые он предпринял в своем хозяйстве. И показывает журналы, которые он читает. Он в прошлом лекарь, воинский лекарь. И сын теперь идет по его стопам. И он человек старого времени, но прислушивающийся к новому. В этом смысле они схожи с Николаем Петровичем Кирсановым. А мать – обыкновенная, пожилая, уездная, старая барыня. Она безумно любит своего Енюшку. Так она нежно называет сына. Она говорит о нем «ты мой красавчик». Так странно звучат эти слова по отношению к Базарову. Но это чувство материнское, и оно действительно очень искреннее и главное, что есть в ее жизни. И отец, хотя он так старается не показать своих чувств, сдерживается, но они все время прорываются. У него происходит очень важный разговор с Аркадием. Как почивать изволили? Прекрасно. А я здесь, как видите, как некий цинцинад, грядку под позднюю репу отбиваю. Каждый должен собственными руками пропитание себе доставать. Я ведь плебей, гомо новос. Добро пожаловать еще раз. Позвольте полюбопытствовать. Вы давно с моим Евгением знакомы? С нынешней зимой. Да. Позвольте вас спросить, со всей откровенностью, как отцу, какого вы мнения о моем Евгении? Ваш сын? Один из замечательнейших людей, с которыми когда-либо встречался. Я уверен, что сына вашего ждет великая будущность. Он прославит ваше имя. Вы меня совершенно осчастливили. Я боготворю моего сына, но я не смею при нем высказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Многие его даже осуждают за подобную твердость его нрава и видят в ней признаки гордости или бесчувствия. Но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином. Не правда? Да вот, например, другой бы на его месте тянул, бы дотянул своих родителей. А у нас, поверьте, он от роду лишней копейки не взял. Ей-богу. Он бескорыстный, честно. Именно бескорыстный. Как вы думаете, ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите? Разумеется. На каком же, Аркадий Николаевич? Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит. Он будет знаменит. Старик-отец уверен в том, что его сын необыкновенен. И, с одной стороны, это обычное родительское чувство любви, а, с другой стороны, как будто предчувствие действительно настоящего большого будущего. И все сцены, которые описаны в доме стариков Базаровых, они все проникнуты вот этой родительской любовью, которая сначала чурается сын и отгораживается от них, и ведет свою жизнь совершенно отдельную от стариков, почти не бывает с ними вместе, и уезжает в первый раз очень быстро. Но, наверное, еще в этот момент ему вообще тяжело где бы то ни было, и ему просто хочется быстро менять обстановку. Он бежит-то ведь не от них, скорее от себя самого. Мы уже говорили, что Базаров преображается. Мы уже говорили, что теперь он больше человек, чем теоретик и нигилист. Надо сказать, что вообще для Базарова характерно видеть все настоящее. Ведь не случайно, кстати, это он Аркадий указал на Катю. Мы еще не говорили об этой героине. Младшая сестра Одинцовой, которая была в том же поместье в Никольском, Аркадий, сначала ослепленный любовью к Одинцовой, не заметил этой девушки. А Базаров в первый же вечер, когда они пошли спать, сказал ему, вот на эту-то, обрати внимание, вот где настоящее. И затем так все и сложится, хорошо и благополучно именно у них, потому что они созданы друг для друга. Я знаю, что Базарова вам никогда не нравится. Он не то, что мне не нравился. Просто я чувствую, что он мне чужой. И я ему чужая. Да ведь и вы ему чужой. Это почему? Как вам сказать? Потому что он хищный. А вот мы с вами ручные. Послушайте, Екатерина Сергеевна, ведь это в сущности обидно. А разве хотите быть хищным? Хищным нет. А вот сильным, энергичным... Ну это уже никак нельзя хотеть. Вот ваш приятель, он этого и не хочет. А в нем это есть. А вы наблюдательный. Люди в вашем положении, я хочу сказать, с вашим состоянием очень редко владеют этим даром. Но ведь я же не богатая. Это сестра? Как вы хорошо сказали, сестра. Что? Хорошо сказали. Просто не рисуюсь. Екатерина Сергеевна, вам это вероятно все равно, но только знайте, что я вас не только на вашу сестру, ни на кого на свете не променяю. Анна Сергеевна, я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился и надеется, что и другие забыли его глупости. То был сон, не правда ли? А кто же сны помнит? Кто их помнит? Что вы поделывали это время? Работал. А я сперва хандрила, бог знает от чего. А потом все прошло. Приехал ваш приятель, Аркадий Николаевич. Он так молод, умен. Странно, но прежде он избегал меня. Он был влюблен в вас. Как? И он? И он. И Одинцову Базаров увидел, какая она есть. И стариков своих на самом деле он любит. Просто стесняется или старается от себя это отодвинуть, потому что не такими были его убеждения. А вот Кукшину или Ситникова высмеивает откровенно и издевается над ними. Да и с Павлом Петровичем до поры до времени никак он не может смириться, потому что он чувствует, что это не настоящее. Вот как у Базаров. Он сам человек до поры до времени позы, а затем человек во всей его сложной натуре. он уже добилу ему до острова спятый России. Нет, уеду отсюда. Завтра. Скучно. Мы только вчера приехали сюда. Работать хочется. Поеду к вам в деревню, я у вас все препараты оставил. Вас хоть запереться можно. Базаров возвращается в Марьино. Вообще не очень понятно, зачем он туда едет. Наверное, действительно, это такое бегство, которое ему самому необъяснимо. Но, тем не менее, он оказывается в Марьино. Там он опять продолжает свои опыты, свои ранние утренние прогулки. И однажды на такой прогулке он сталкивается с Фенечкой. Помните, Фенечка это первая женщина, которую мы встретили в романе. Она жена Николая Петровича. Она молода, полна сил. Она бесконечно любит Николая Петровича, своего маленького Митю. Это есть смысл ее существования. Но она же то теплое существо, которое вокруг себя распространяет как будто какую-то ауру. здравствуйте, Фенечка. А, Евгений Васильевич, здравствуйте. Букет вяжете? Да, на стол к завтраку. Николай Петрович очень любит. Ой, совсем я расслабела от этого жару. Уж боюсь, не заболею ну что за фантазия. Дайте-ка мне ваш пульс пощупать. Сто лет проживете. Ой, сохрани Бог, какая уж эта жизнь. Теперь я все могу сделать. И пойду, и принесу, и никого мне просить не нужно. А вот мне все равно. Молод я или стар. А знаете, с тех пор, как вы мне в ту ночь капельки дали, помните? Митя так уж спит хорошо. Я уж и не знаю, как мне вас благодарить, такое вы добрые право. лекаря, вы сами знаете, люди корыстные. Да если вам угодно, мы с удовольствием. Надо будет у Николая Петровича спросить. Нет, мне от вас деньги не нужны. А что же? Одну из этих роз. Это какое же вам, красное или белое? Красное. Возьмите. Павел Петрович вызывает Базарова на дуэль. Он поступает в соответствии со своими принципами человека тридцатых годов романтического мироощущения. Это тогда решали свои проблемы и вопросы дуэлями. Теперь это, в общем, уже не принято. Но Базаров почему-то соглашается на дуэль. Соглашается, хотя сразу же после того, как дает это согласие, размышляет так. Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью, вдруг воскликнул. Фу ты, черт, как красиво и как глупо. Экую мы комедию отломали. Ученые собаки так на задних лапах танцуют. А отказать невозможно, ведь он меня чего добро ударил бы и тогда. Базаров побледнел при одной этой мысли. Вся его гордость так и поднялась на дыбы. Тогда пришлось бы задушить его, как котенка. Он возвратился к своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось и спокойствие, необходимое для наблюдения, исчезло. Вот такой момент, такое переживание. эту комедию. Почему так поступает теперь новый Базаров? Безусловно, что тот Базаров, который действовал в начале романа и так развязно разговаривал и неспешно спорил с Павлом Петровичем, не согласился бы, сочтя, естественно, это дурачеством, билибердой и романтизмом. А теперь идет на это? Почему? А может быть, потому, что он знает, что для Павла Петровича это единственное возможное решение этого конфликта, и он в данном случае, идя на дуэль, идет навстречу своему оппоненту. Он понимает, что иначе невозможно разрешение. Конечно, не собираясь ни убивать, ни, в общем, даже ранить своего противника Базаров, мало того, что согласился на дуэль, а иначе как бы Павел Петрович вышел из этой коллизии, он же бы так и не успокоился. Более того, он идет на абсолютное с ним примирение, он приходит к нему прощаться перед своим отъездом, он протягивает ему руку. Когда Базаров в первый раз еще был в доме своих родителей, у них с Аркадием Кирсановым произошел очень важный разговор. Этот разговор важен для понимания Базарова теперешнего, нового. Это есть его размышления о том, что такое человек и он, собственно, Базаров, что такое в сравнении с вечностью. А я думаю, узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет. И часть времени, которое мне удается прожить, так ничтожно перед вечностью, где меня не было и нет. А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже, что за безобразие, что за пустяки. Он возвращается к своим старикам. И этот последний приезд уже демонстрирует нам совсем другого Базарова. он с ними больше общается, больше находится вместе, проводит с ними вечера, правда, сохраняя все свои занятия и опыты. Огнестрельная рана. на охоте. На охоте. Смотри стражникам, не попадайся. Не попадался. Браво, браво, браво. Смотришь ли, Василий Иванович, я боюсь спокойно или Янюшеньке спать на диване. Я Анфишке-то велела положить ему туда твой походный матрасик. Матушка моя, в первые приезды Янюши ему надоедали немного. Теперь надо быть умнее. слава Богу, перестал хандрить. А вот как бы узнать, голубчик, чего Иванович желает к обеду? Щи или борщу? А чего что у него сама-то не спросила? Да, она доем. Ишь ты, вкуропатица. Ты, голубушка, должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сын мой по самой научной и новейшей методии тебя лечит. Марья, иди. Император французов Наполеон, и тот не имеет лучшего врача. Базаров живет у родителей, занимается медициной, лечит крестьян, а также, поскольку он давно хотел снова попробовать себя в анатомических исследований. Их скрытие одному из умерших недавно от тифа крестьян. И случайно заражается. Он знает с самого начала, что он обречен. Он отцу об этом говорит с небрежностью, конечно, сознательно, просто для того, чтобы попробовать немножко уберечь старика от переживания такого внезапного. И все дальнейшее нам показывает Базарова в самом выигрышном свете, если можно так сказать. Мы видим настоящего мужественного человека перед лицом смерти. Мы уже с вами говорили, что до этого Базаров прошел испытание любовью, а вот теперь он перед лицом смерти. Старина, дело мое дрянное. Скоро ты меня хоронить будешь. Евгений, мы тебя вылечим. Ну, это дудки. Врачу непозволительно так говорить. я хочу попросить тебя пока голова моя, в моей власти. Ты меня хорошо понимаешь? Помилуй, Евгений, ты говоришь сегодня совершенно как следует. завтра или посреди завтра ты сам знаешь мозг мой в отставку подаст. Пошли ты на ручного к Одинцовой Анне Сергеевне. Помещица такая. Знаешь, Евгений, Базаров кланяться велел и велел сказать, что умирает. Я Одинцова. Евгений Васильевич жив? Вы его отец. Я привезла с собой доктора. Благодельница жив, жив мой Евгений. Жена, жена. Что такое? Ангел к нам с неба. Господи. Что вы? Что вы? У эстаканки. Здесь, здесь, гер, коллега, здесь. Евгений. Доктор от Анны Сергеевны Одинцовой и она сама здесь. Я хочу ее видеть. Да, но мы сперва сделаем маленькую консультацию с господином доктором. Я хочу ее видеть. с господином с господином . Спасибо. Я этого не ожидал. Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих. Евгений Васильевич, я надеюсь... Эх, Анна Сергеевна, со мной кончено. Попал под колесо старая штука смерть, а каждому вновь. До сих пор не труш, а там придет беспамят и... Ну, что же мне вам сказать, что я любил вас? Это и прежде не имело никакого смысла. А теперь и подавно. Скажу я лучше, что вот вы стоите такая красивая. Сядьте там. Твоя болезнь заразительная. Великодушная. Ну, прощайте. Живите долго. Это лучше всего. И пользуйтесь пока. Время. Я ведь тоже думал. Обломаю дел много. Не умру. Да. Задача есть. Отец вам будет говорить, что вот мол, какого человека Россия теряется. Это... Чепуха. Но не разверяйте старика. И мать... Приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем, низ искать. Я... Нужен России. Тут есть лес. Евгений Васильевич. Я здесь. Прощайте. Послушайте. Ведь я не поцеловал вас тогда. Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет. И довольна. Теперь темнота. Дуньте на умирающую лампаду, я пойду. Чиститель Он заснул. Смерть Базарова, по сути, нам говорит самое главное об этом человеке. И дело, в общем, даже не в его взглядах и концепциях, а в том, что мы видим перед собой истинного человека. Человека перед лицом вечности, человека, который умирает в отчим доме около своих самых близких людей, родителей. И они-то ему останутся верными навеки, пока живы и после жизни. И самая финальная сцена романа, самая загадочная и самая значительная, которая вообще рамки повествования всего сюжета, всего того, что происходило до сих пор в этом романе, настолько раздвигает до космоса, до вечности, до бесконечности. Это последняя сцена в эпилоге. Я прочитаю, а потом еще немножко поговорю о ней. Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный. Окружавшие его канавы давно заросли. Серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашенными крышами. Каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу. Два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень. Овцы безвозбранно бродят по могилам. Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное. Одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает. Две молодые елки посажены по обеим ее сторонам. Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней из недалекой деревушки часто приходят два уже дряхлые старичка, муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшей походкой. Приблизятся к ограде, припадут и станут на колени. И долго и горько плачут. И долго внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын. Поменяются коротким словом. Пыль смахнут с камня, да ветку елки поправят. И снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем. Неужели их молитвы и слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь, не всесильна? О нет, какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле. Цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами. Не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии равнодушной природы. Они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной. Вот это возвращение. Базаров как будто вернулся и в лоно земли, и в родительское лоно, и в природу. Он, это его бунтующее сердце, как будто нашло успокоение. Ответов на вопросы не нашло. А вот примирение совершилось. И мне кажется, что очень важна эта последняя сцена. О ней как-то часто обычно забывают, когда говорят о конфликте, о историческом, о социальном смысле романа. А об этом вечном, философском смысле забывают. Автору важно было сказать о своем герое, что путь его не закончен, что вопросы ответа не нашли, что вопросы, которые стоят перед Родиной, перед Россией, остаются. Но этот человек оказывается символом времени. И его поиски, хоть они и тщетны, может быть, они не завершены. А поиски героя будут продолжаться. И не только в произведениях Тургенева. Тургенев, наверное, все-таки больше ничего равноценного этим своим романам не напишет. Хотя он создаст еще несколько романов, и они будут описывать героев времени. Это будет роман «Дым» и последний его роман «Новь». И он напишет еще удивительный цикл стихотворений в прозе. Жить он будет во Франции, изредка наезжая в Россию. Очень пугала его Россия этого времени. Не находил он для себя здесь пристанище. Душе своей успокоения здесь не находил. И смерть Тургенева будет очень трагической, очень тяжелой. И физически тяжелой, и морально. Об этом еще позже. Но в начале еще о героях, которые последуют за Базаровым в этом ряду поиска героев. Как ни странно, но Тургенев искал, как бы сказал Достоевский, положительное лицо времени. Положительное не по взглядам, а по особенностям личности. А Федор Михайлович Достоевский как будто продолжит этот путь, этот поиск. И, как ни странно, может быть, покажется эта аналогия. Но Достоевский, который после преступления-наказания напишет роман «Идиот», в котором он будет искать тоже нового героя. И путь для России с помощью этого героя, прекрасного, положительно прекрасного, как он его назовет, князя Мышкина. Не продолжение ли это разговора и поиска Тургенева. Личные отношения были сложны и, скорее, даже не дружелюбны Достоевского и Тургенева. Но они в какой-то степени мыслили в одном направлении, при всем несходстве и несовпадении их точек зрения. Они искали и лицо времени, и путь для России. И в этом смысле все писатели второй половины XIX века, они идут рядом. Их мысли и чувства созвучны, поскольку они ощущают неблагополучие состояния своего Отечества. И где бы они ни жили, здесь или за границей, но это были русские писатели, которых заботила судьба Отечества. И они как будто эстафету приняли у предшественников, у Пушкина, у Гоголя. Эти шестидесятники так их называли. И вовсе дело не в том, что просто они отражали злобу дня и писали реалистические произведения, потому что они говорили о настоящем, насущном и вечном. И кроме того, безусловно, что именно эти художники, прежде всего Толстой, Достоевский и Тургенев, они создали новый тип романа. Романа, который можно назвать, с одной стороны, социально-историческим, философским и психологическим. Вот сколько сошлось в каждом из романов. В каждом есть какая-то своя доминанта, но все эти линии будут важны, все эти аспекты они затронут в своих произведениях и создадут вершинные произведения в этих жанрах для русской литературы. И вся последующая традиция русской литературы будет ориентироваться на эти образцы. И роман Тургенева «Отцы и дети», о котором мы сейчас говорили, который обычно называют социально-историческим, безусловно, реалистическим и психологическим, один из первых в этом ряду. Очень хотелось бы, чтобы вы внимательно прочитали роман и не подходили к нему с обыкновенной такой хрестоматийной меркой, поскольку в нем очень много поэтических страниц, просто не было времени о них сказать. Страниц, которые нам раскрывают природу русскую, душу человеческую и психологических наблюдений. Не забудьте о тайной психологии, о роли портрета, пейзажа, интерьера. Это, естественно, вплетено в ткань романа. Это не выпирает и нарочитым не является. Но Тургеневу важно посмотреть на человека в его связях с миром, друг с другом и с природой. Субтитры подогнал «Симон» Издательство просвещения Учебники, знакомые с детства Сто лет вместе Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»